Продолжение следует... Эффект основателя, я думаю, все прекрасно знают, это боттлнек, да? И хотелось бы еще пару слов о повествовании. Я попытался в рассказе как можно больше его насытить историями о каких-то конкретных разных видах. И попытаюсь рассказать так, чтобы в сумме эти истории сложились в какое-то представление о том, что такое инвазия, собственно говоря. Ну и сначала, что такое, собственно говоря, инвазия. Что я буду подразумевать по терминам инвазия? Это я буду называть виды, которые переместились на территории, где они раньше не находились, не были детектированы. Ну, такое общее определение. В таких сценариях, когда вид переходит на новые территории, он сталкивается с большим количеством трудностей. Как правило, перемещение происходит не в свободную нишу, а в нишу уже занятую. Естественно, там большое количество конкурентов, с которыми вид должен вступать в новые взаимоотношения. Это большой вызов для вида. И, соответственно, к нему выдвигаются определенные требования, которые могут помочь ему выжить в новых условиях. Поиск таких характеристик давно уже ведется исследователями, в прошлом веке. И в рамках этого вопроса я хотел бы рассмотреть концепцию такого идеального сорняка. Ее сформулировал Бейкер. Не знаю, что это произошло. Бейкер, который искал такие характеристики, которые могли бы помогать виду быть инвайдером. Он выделил большое количество разных характеристик, таких как, например, наличие половой и бесполой стадии у растения, возможность так и так размножаться, короткий срок развития от зародыша до половой зрелости, маленький размер семени, устойчивость к стрессу, естественно, ну и ряд других факторов. Позже это представление дополнялось, появляются такие факторы, как вегетативное, например, размножение, ну и другие. Но также работы велись, естественно, на животных. К примеру, вот работы, в которые анализировались инвайдеры животных, там тоже соответствующие признаки. Выделялись такие, как способность расширять быстро популяцию. Как правило, это было связано с большим размером кладки или несколько периодов размножения за сезон. Также хочется заметить интересное, что одним из важных критериев, которые помогают виду становиться инвайдером, это какое-то взаимодействие, взаимоотношение с человеческой средой. Данные работы, они сформируют взгляд на вид инвайдер, как вот на такого характерного R-стратега со всеми вытекающими, которые быстро взаимодействуют с средой, размножаются, захватывают. Но на самом деле многие виды содержат только часть, а то и малую часть от перечисленных характеристик, а иногда даже противоположные. Это связано с тем, что данные характеристики, которые я озвучил, они полезны только на первых этапах инвазии, а именно перенос, чтобы перенести и закрепиться там. Но дальше они, как правило, могут служить правилой службой, важными становятся несколько другие характеристики, а подчас даже противоположные. Но об этом чуть попозже. Инвазию, в принципе, рассматривают как такой достаточно большой процесс и выделяют, в общем, выделяют несколько этапов. Вот они представлены по порядку. Первый, популяция находится в исходном ареале, не является инвайдером, но имеет характеристики, которые помогут ей в будущем освоить новые территории. Потом происходит транспортировка, здесь важным является выжить при этом транспортировке, так как, ну, здесь в зависимости от вектора может быть, это может, как правило, в современном мире это вектора, связанные с человеком. Это транспорт, самолеты, корабли и прочее. Дальше идет этап закрепления на новом месте. Ну, вот эти первые два этапа, для которых важны вышеперечисленные характеристики. Дальше идет так называемый период задержки, лаг период. Это период, в результате которого вид находится на месте, но не увеличивает свою численность. Он бывает различным у разных видов, в зависимости от условий и места, куда вид был помещен. Далее, после периода задержки идет рост, экспоненциальное размножение вида, распространение, он охватывает ближайшие территории. Ну, и дальше экологические последствия происходят у этого распространения иного вида, ну, и последствия для человека, как следствие экологических изменений. Каждый из этих этапов инвайзи изучается отдельно и играет важную экономическую, экологическую роль. Естественно, в исходных популяциях изучается, как правило, предсказание, может ли вид быть инвайдером, может ли представлять угрозу или быть полезен для каких-то сельскохозяйственных целей. На втором этапе важным исследованием является выяснение векторов инвазии, возможно, создание каких-то границ, ну, или наоборот, создание векторов, если это полезные инвазии. Закрепление на одном месте, период задержки, это выявление инвазивных скрытых видов исследования, в основном это посвящено распространению, это понятно, это все вредители. У нас экологические последствия, последствия для человека тоже, в принципе, понятно. Это позначивость немножко рассказал. Ну и вот, согласно всем этапам, динамику популяции, в принципе, можно представить, ну, плотность популяции, можно представить следующей кривой по оси Х, то есть, плотность популяции, время по оси Y. И видно, что на этом графике, на этой кривой видно период задержки, период распространения и потом период платы, когда уставляется некоторое равновесие между инвайдером и аборигенными видами и экосистемой, куда был инвазирован вид. Данная кривая, почему кривая выглядит таким образом, именно почему появляется такой период задержки. На этот вопрос есть ряд предположений, как ответить. Первое, предполагают в основном, что виду на новых территориях требуется некоторая адаптация. Все-таки это новая среда и необходимо как-то изменить, ну, измениться, может, в пределах нормы реакции, может, изменение каких-то численностей или, в общем, какая-то адаптация популяции необходимая, которая влияет на рост численности и его, собственно говоря, останавливает. В результате, в принципе, в исследованиях два подхода к периоду задержки. Это первый подход, это, в принципе, экологический подход, рассматривает этот период как просто следствие формы кривой роста при экспоненте, ну, роста численности. И второе, это вот как эволюционный подход, эволюционный феномен, как период адаптации необходимый для того, чтобы вид дальше расправил кривышки, начал распространяться. Вот, это два основных подхода. Причем хочется заметить, что вот именно на периоде задержки и дальнейшего распространения факторы уже, которые влияют на успешность, изменяются. Вот, о том, что я говорил раньше. Так, например, важными становятся способность вида изменять R-стратегию, K-стратегии или ширина нормальной реакции, ширина диапазона, возможность изменения, возможность адаптации к новым условиям. Вот, так, у нас дальше. А, да. Еще перед этим хотелось бы заметить, еще одним, назад верну, еще одним объяснением периода задержки выделяют эффект имбридинга. То есть, когда у нас происходит эффект основателя, у нас мало разнообразия генотипов популяции, и это вызывает такой имбридную депрессию популяции. Естественно, из-за того, что генетическое разнообразие маленькое, у нас маленькая уменьшается жизнеспособность, такая депрессия наступает. И, естественно, при уменьшении жизнеспособности ни о каком захвате новых территорий и конкуренции речи идти не может, в идеале, казалось бы. Но такой парадокс, каким-то образом популяции инвайдера преодолевают этот парадокс. И как они это делают, в разных случаях на этот вопрос отвечают разные виды по-разному. Ну и сейчас хотелось бы на некоторых примерах рассмотреть разрешение этого парадокса. Первую историю я хочу рассказать о ящерице, которая живет в бассейне Карибского моря, на островах, на прибрежных регионах. Коричневый анолис вроде это. Первичный данная ящерица распространяется по многим островам Карибского региона, прибрежным, Флорида. Но история распространения, она очень интересная. Изначально в 1800-х годах ящерицы данного вида находились только на острове Куба. И там жили. В 1800-х годах хорошо документировано, что данный вид был обнаружен в южной части Флориды. То есть произошла инвазия. После, спустя как минимум полвека, в 1940-х, 1970-х годах ящерицы данного вида стали обнаруживаться в других регионах, начала происходить их инвазия. Дальше на север материка, на север Флориды, в ранее не занятые территории. А недавние исследования показали, что, точнее, не показали, а были детектированы ящерицы и в других островах, на Гавайях, в Тайвай. С человеком, да? Да, 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 с человеком, на кораблях. И, то есть, произошло значительное распространение этого вида. Недавние исследования генетической структуры этих популяций показали, что в Кубе, в исходном ареале, присутствует большое генетическое разнообразие. Но вся дисперсия, генетическое разнообразие заключается в межпопуляционных различиях. А внутри популяции крайне генетически однородны. А в то же время, в инвазивных популяциях встречаются все те же самые гаплотипы, что и в исходном. Но только в перемешанном варианте. Такая удачная ситуация в генетипах в исходном, на Кубе и в Хлориде нам хорошо демонстрирует, что здесь у нас происходит множественная инвазия. Причем можно установить источники инвазии. И так как документированы времена, в какой период был зафиксирован, то можно установить даже и время, какой гаплотип был занесен. Ну и в данном случае у нас эти ящерицы показывают, что вот такую бредную депрессию можно преодолеть, например, с помощью множественной инвазии. Хочется заметить, что другие виды, я здесь не переводил, не обязательно это множественная инвазия, это может быть просто какой-то постоянный поток генов. Если ареал, допустим, достаточно близкий, или временами они могут перекрываться. Я еще хочу сказать, что они заранее привыкли к женщинам. Да, да, да. И прежде чем перейти дальше, также хотелось еще один момент здесь интересный отметить. В частности, такую длинную фазу задержки. Такая длинная фаза задержки, по мнению авторов, здесь может быть связана не с вышеупомянутыми двумя причинами, а с ожиданием второй инвазии. То есть, ожиданием нового разнообразия, чтобы увеличить свою приспособленность и распространиться дальше. Это уже третье объяснение фазы задержки. Так, это у нас история про ящериц. Дальше у нас будет... А, история про муравьев. Вот еще один интересный случай. Довольно-таки известный и опасный инвазивный вид муравьев. Это аргентинский муравей. Он изначально был в Южной Америке. В данном случае сейчас он распространен в Европе, в Азии, в Штатах, на территории побережьей. И он, безусловно, является агрессивным инвайдером, то есть, распространился по всему свету и захватывает новые территории. Естественно, каким-то образом он преодолевает эту инвридную депрессию, генетическое однообразие свое при инвазии. И, на мой взгляд, кстати, это очень интересный случай. Он достаточно экстравагантный, мне кажется. Ранее было известно, что данные виды в инвазивных популяциях формируют так называемые суперколонии. Большие муравейники, большим числом особей, гигантские, с большой плотностью населения, большей плотностью индивидов. И с этим связывалась успешность инвазии, собственно говоря, этого муравья, потому что появляются такие суперколонии. Недавние исследования, в 2000 году исследования, были посвящены поведению, анализу поведения этих муравьев и как в инвазивных популяциях, так и в нативных, в исходном реале. И, помимо этого, оценивалось еще генетическое разнообразие в этих популяциях. Так вот, как отмечено на правом рисунке, вот здесь видно, изучали агрессивность муравьев. И было отмечено, что чем более генетически однородная популяция, тем агрессивность внутривидовая меньше. Ну, логично, чем больше мы похожи, тем меньше мы ссоримся, все логично. И получается, что в инвазивных популяциях из-за генетической однородности падает внутривидовая агрессивность. И именно внутривидовая агрессивность и отвечает за формирование таких больших суперколоний. Потому что внутривидовая агрессивность, она сказывается на, можно так сказать, политике, что ли, построение муравейника, границы становятся более размытыми, не уходят ресурсы на формирование этих границ, их поддержание, увеличивается плотность населения, растет муравейник, вот, в общем-то. И это отвечает за фиксацию. Почему мне показалось это достаточно интересным, интригующим случаем? Просто потому, что сама, в данном случае, муравей нам показывает, что сама генетическая однородность может являться причиной увеличения приспособленности. И тем самым являться залогом успешной инвазии. Так, интересно. Ну вот, еще одна история про жука с грибами, про полиграфсопроксин. За это работа уже проводится в нашей лаборатории. Жук полиграфс распространен на территории Дальнего Востока, Китая, в восточной части Азиатского континента, ну, и прибрежных островах Японии. Данный жук в последние десятилетия, уже два десятилетия, был детектирован на территории как Сибири, западной и восточной, так и уже на территории Европы в последние десятилетия. То есть, мы здесь видим крупномасштабную инвазию. То есть, через весь континент он охватывает новые территории. Причем, у данного вида происходят вспышки численности, которые приводят, соответственно, к экономическим последствиям, к экологическим последствиям и прочим. То есть, агрессивный захватчик, агрессивный инвайдер. Хочется, прежде чем поступить к объяснению, как у него это получается, хочу заметить, почему он с грибами. У него есть большое количество фитопатогенных ассоциантов, фитопатогенных грибов, которые живут на его теле, на романдиабулах. У некоторых видов даже существует, у него конкретно не существует, но у жуков другие существуют, неканги и так называемые органы, где находятся эти фитопатогенные грибы. И помогают ему осваиваться на деревьях, и заражать деревья, и поселяться отходу от личинки. Также эти грибы могут служить пищей для личинок. То есть, симбиоз. То есть, он легче считается заражение грибами деревья. Да, ну вот сейчас про это вот подробно сейчас буду говорить. Дело в том, что в исходном ареале эти грибы являются только факультативными ассоциантами жука. А в норме они не фитопатогены вообще, а они сапротрофы. Они поселяются на больных, поврежденных деревьев, и отвечают за их деструкцию. Они свободно тоже живут на деревьях. А в инвазивных популяциях они ассоциированы только с жуком. Но, по сути дела, все деревья, на которые популяет этот жук, на те и поселяются, которые заражены этим грибом, на те и поселяется жук. Но по-настоящему они просто туда приносят его. Дело в том, что здесь мы встречаемся с чем? С тем, что грибы в исходном ареале взаимодействуют с деревьями, с их хозяевами, несколько иначе, чем в инвазивном ареале. Деревья, в пихте, в частности это вредители пихты, в Европе и в Сибири не имеют такой уровень защиты против фитопатогенов, как их азиатские пихты их азиатские пихты в Азии, на восточном побережье. И, соответственно, более подвержены инфекциям этого гриба. И поэтому этот гриб может заражать не только больные, ослабленные деревья, но и здоровые деревья. И, соответственно, жук поселяет, эти здоровые деревья, подверженные грибной инфекции, ослабляются и становятся доступными для жука. Данный симбиоз, он, собственно говоря, успешность инвазии жука в данном случае обусловлена в большей степени именно инвазией гриба. и успешным его заражением деревьев. Так, обобщу это все. По сути дела, мы здесь наблюдаем нарушение межвидовых взаимоотношений в инвазивных популяциях. Когда у нас межвидовые взаимоотношения рушатся, они не обязательно могут быть паразит-хозяин, они могут быть также хищник-жертва, допустим, если инвайдер это хищник, какой-нибудь супер-хищник, то такие взаимоотношения, такие несбалансированные взаимоотношения могут привести к абсолютно разнообразным финалам. И один из этих финалов, когда, допустим, данный, когда формируется вредитель. Нарушение и редукция межвидовых взаимоотношений при инвазии, как правило, приводит к формированию вредителей. И все вредители, инвайдеры, которые мы сейчас наблюдаем в различных частях света, это, как правило, результат того, что инвайдер вмешивается в межвидовые отношения и нарушает их. Как, например, этот супер-паразит, который помогает инвазии жука. Ну вот, еще один пример. это как преодолеть депрессию, это просто нарушить межвидовые взаимоотношения. Сделаться либо супер-хищником, либо супер-паразитом, против которого ничего не помогает. А, ну, я так вот рассказывал, на самом деле у меня есть иллюстрация, да. Ну, здесь та же самая похожая ситуация, как с ящерицем. У нас исходный ареал имеет большое разнообразие генотипов. Данные генотипы встречаются в инвазивных популяциях в западной и восточной Сибири. Это жуков, это жуки, это жуки. Я прошу прощения, я проскочил. Да, в Востоке находится исходный ареал распространения этого жука, здесь большое количество генотипов. Вот, в Японии вообще генотипы они не встречаются нигде, они здесь уникальные, все больше нет. А вот на Дальнем Востоке здесь большое количество генотипов, которые встречаются как в восточной, так и в Западной Сибири и в Европе. В Европе здесь мы наблюдаем такую же по аналогии с ящерицами вторичную инвазию, которая могла бы объяснить депрессию. Но вот здесь не происходит вторичной инвазии, здесь мы видим однообразие, поэтому она здесь объясняется исключительно успехом симбионтов. Муталисты, как правило, всегда приводят, всегда дают возможность инвайдеру хорошо закрепиться на новых территориях. Так, когда пересаживают, допустим, растение, если растение пересаживается безрезонно, то она, как правило, имеет меньшую жизнеспособность, меньше возможности закрепиться на новых территориях. Так иногда для, когда пересаживают деревья, иногда пересаживают, насколько я знаю, сорняки еще, чтобы сформировать. грибы сами не пересаживают, или они не находятся в жутке, чтобы он их разносится? Жук является вектором для переноса этих грибов всегда. Ну, естественно, они сами не переносятся. Переносятся на деревьях, при лесоматериале, но, как правило, при транспортировке и потом не установлено, что они имеют значение, именно такой транспорт. Установлено, что имеет значение транспорта с помощью гриба, вот так надо сказать. С помощью жука, простите. С помощью жука. Вот. Так. Вот этот сложный пример. Хорошо. Большое разнообразие, то есть, я этим историем я хотел показать большое разнообразие способов решения парадокса ингридного и малого генетического разнообразия, как бороться с ним и захватить новую территорию. Естественно, большое количество, большое разнообразие таких решений приводит к некоторым сложностям в изучении данного процесса, процесса инвазии. Ну и, соответственно, мы можем использовать большое количество методов моделирования для изучения и предсказания, собственно говоря, инвазии. Данная история, данная работа здесь приведена, как, я хотел рассказать о попытке смоделировать инвазивные процессы и предсказать дальнейшую историю вот инвазии. В данной работе анализировались две системы, они расположены вот так вот, вот это и вот это. Позвольте, я не буду называть точно виды, покажу просто, что в первой системе у нас присутствует как инвайдер до карась, второй сом, а это рыбки, которые в исходном ареале, ой, которые аборигенные виды. Не карась, ну сейчас, так, я сейчас скажу вам вид, может, сейчас к вопросу рыбалки, что написано где-то, а, вот, нашел. Это микроптерус сальмоидис, окунь, да, вы правы. Окунь. Хорошо, маленькая желтка. Так вот, в работе исследовалась их способность потреблять ресурсы экосистем, в которой они находятся. Так изучалось на примере вот этих рыб, они питались головастиками, лягушки, тоже ведь не буду называть, и изучались некоторые характеристики, и общий коэффициент, который здесь обозначен, он отражал объем поглощения ресурсов, в зависимости от плотности этих ресурсов, сколько их присутствует в экосистеме. И все показатели инвазивных видов значительно превышали показатели исходных видов. Здесь мы видим, что в принципе ресурсная емкость инвазивного места, куда происходит инвазия, очень важна. Чем она больше, тем легче инвайдеру закрепиться. В том числе и обратная возможность, чем более эффективнее инвайдер способен пользоваться ресурсами, тем он более лучший инвайдер, тем ему легче дальше закрепиться. Ну и на основе вот этого численного коэффициента они соответственно предполагали в работе насколько опасен инвайдер, какой шанс его закрепления, какой шанс его дальнейшего роста и размножения в среде. Вот такая модель предсказания. Еще одна модель, я не хотел бы на ней подробно останавливаться, но она потому что очень большая и многомерная, но сводится к тому, что исследователи пытались воспользоваться эволюционной имбалансной гипотезой. суть в том, что популяции, которые прошли через больше эволюционных что ли так сказать событий, которые более разнообразные, у которых более разнообразные экологические взаимоотношения внутри группы, как правило, являются более приспособленными и могут являться лучшими инвайдерами. И оценивалась исходная экологическая система, в которой находился инвайдер и потенциально куда он может переместиться. Там большое количество коэффициентов, в том числе там использовались коэффициенты, которые изучали, как эффективно ресурсы поглощаются и переводятся в потомство даже такой коэффициент. Также прогнозировалось генетическое разнообразие естественно тоже учитывалось. Ну и вот просто хочу написать ссылочку, чтобы была, если кому-то интересно посмотрели. Мне очень понравилось, но она действительно очень сложная, большая, многоформы. Более наглядный пример моделирования инвазивных процессов это работа, посвященная изучению распространения непарного шелкопряда. Это непарный шелкопряд в джипсе у нас. Он распространен, он является тоже агрессивным инвайдером и фолиатором хвойных лесов. Он распространен изначально, он распространен сейчас на Северной Америке, в Европе, в Азии, в лесах. И данный вид часто приводит к вспышкам численности и экспоненциальному росту своего ареала. и в данном случае целью, которую преследовали исследователи, это нахождение каких-то возможных методов, в частности, границ прерывания его экспоненциального роста, найти популяции, которые надо вычищать зоны ограничений, чтобы хотя бы остановить его распространение, хотя бы замедлить. Модель заключается в том, что фронт экспоненциального роста, который здесь обозначен, модель эмулирует появление новых очагов в ближайшей зоне от фронта и моделирует их рост в зависимости от близости от фронта, от их возраста и, соответственно, моделирует слияние этих очагов и формирование нового фронта на новом уровне. То есть, она моделирует экспоненциальный рост ареала, разрастание ареала. И на примере этой модели изучалось удаление на определенном расстоянии от фронта вот этих очагов отдельных и было показано, что если на расстоянии я не помню на комнатам удалять вспышки численности определенного размера, то можно такими зонами остановить распространение до в два раза, в половину. И в финале хочется также заметить, что когда начали это делать, то есть в 1994 году начали уничтожать эти популяции в зоне роста и скорость распространения вида уменьшилась на 59%, то есть предсказательная модель действительно работает замечательно. Ну, на самом деле это основные истории, моменты, которые я хотел рассказать об инвазии и надеюсь, что сформировалось вообще какое-то представление о том, что это за процесс. Спасибо. готов ответить на Ваши вопросы, если есть. Вы обещали по поводу то есть все равно у Вас в начале инвазии идет и эр стратегия очень хороша. Вы говорили, что потом происходит вот это самое переключение. Вот Вы в основном все не столклись на начальной стадии. Что дальше? По поводу вот этого периода задержки и потом экстренциального роста? Да. Да, вот что дальше? По поводу периода задержки? Обязательно переключение СР на К и так далее? Безусловно, не всегда обязательно. И вот я сначала долго толкался, а вот эти все истории, они к чему? Они к тому, что вот после закрепления на новом месте сценарии вообще очень разнообразные. здесь не показано, на первом слайде показано, что возможны рекурсия назад, то есть повторная инвазия в ближайшие места. Также возможно закрепление на новом месте и вот период покоя длительный, как например ожидание новой порции генов, чтобы какое-то генетическое разнообразие получить и дальше развиться. Вот, и это вот все разнообразие, очень трудно уместить какие-то рамки, вот видите, после периода задержки и распространения достаточно общие. тут нечего сказать о собаке. Дальше, пожалуйста. Я бы хотела следующий вопрос. В Ферланде у нас есть 200 разнообразие по большому кодоватистам вейдер и экосистемы, в которых вы используете вайдер. Если это впечатление, вот интересно, касательно свойств вейдера, понятно, а касательно свойств экосистемы, какие экосистемы могут произойти вайдер, какие посмечные разницы, какие подходы через можно ли оценить через виду? Хороший вопрос, замечательный вопрос. Да, безусловно, есть много работ относительно анализа, какие экосистемы являются благоприятными для инвайдера, потыкают инвайдера, какие наоборот с ними борются. Общие закономерности, они такие, что чем более генетически разнообразная популяция, чем она сильнее, то она должна сильнее сопротивляться инвайдеру. Это как касательно модели, которые, ну, пара слайдов, это из той работы, которую я упустил. Здесь пытались они оценить генетическую плотность взаимодействий, вот слева, ну, не очень красиво, поэтому я и не стал их показывать, картинки, которые показывают, что если взаимодействие между видами внутри популяции сильно, как правило, существует еще генетическое разнообразие больше, которое может пролить какие-то варианты, которые, собственно говоря, большое количество конкурентов для инвайдера. Ну, естественно, это плохо влияет. Чем влияет? А? Вы влияет. Ну да, здесь все, в принципе, понятно. Ну, вот справа это генетическое разнообразие, оценивалось. Слева это экологические взаимоотношения оценивались к этой модели. А какие-то экстравагантные характеристики, ну, они, и есть, действительно, наверное, есть, но вот я не встретил, поэтому не стал с опасным. Ну, что стабильные популяции более стабильные. Да, тут ничего особо надо. Пожалуйста. А, извините, я... можно допустить, я... Вы видите, не вызывает что-то новое или что-то яснее по сексуальному проститизму как механизмы, которые обуславлены самодействием инвайдера и с очень близкими видами автортомов, которые либо с полной гибридизацией, либо с полной гибридизацией по каким-то оговоркам. То есть, даже, скажем, для предназначения, если бы мало, у нас разного, на самом деле, яркий пример в полной владельстве европейской лорки и американской как раз фактически с сексуальными проститивами. То есть, значит, что-то новое известно о механизме или космосферском видах не расширился, расширился, что-то... с сексуальными паразитистами. Сексуальный паразитистами дальше не нравится. Наверное... Хорошо, наверное, ответить на этот вопрос я вам не смогу. В частности, новых каких-то примеров это, наверное, не скажу вам, существует лет, но могу сказать о, в принципе, большом количестве работ, которые посвящены появлению гибридов при инвазии. То есть, инвазия появляется на месте, там не существует соответственно этого вида, но появляются гибриды, причем вот на примере насекомых я много... Да, потому что там в принципе такое вид достаточно скользкое понятие, часто виды могут давать потомство, причем вполне фертильное. вот, и такие случаи, они особо отдельно изучались, но, как правило, вот эти гибриды, они появляются и у близкородственных и недавно дивергировавшихся, ну и обратно возвратившихся видов. Они там работой занимались, как раз посвящены этим гибридам, детектировались с помощью различий митохондриальных и геномных маркеров, и было как раз показано, что вот митохондрии оказывается вида они просто из другого места и этот гибрид был назван новым видом, а на самом деле это был новый вид, это гибрид и интерфейсия. правдой лицо попадает на территорию, на которую как он видит, это фенетический призыв, с учетом фенетизации, он санкции обычно направлен на поток сексуальные а это сексуальные шахты 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 это ты сказал, это не просто санкции Они склонны сначала спариваться с самками от факторного вида, выбивая их репутационную часть популяции. То, что касается у них, это правда. А вы сказали, что такое есть? Как они выбивают их? Ну, в случае с американской норкой пропитали. При покрытии самцом американки самки в европейской норке время скрывается. То есть эти самки автоматически, значит, привезли к темам в периодах. Тут, строго говоря, гибриды не получалось. Тут немножко вот история вроде вот этой большой сковороды. Этот вид стерилизует, он стерилизует вайдом, стерилизуя алкоголь. Он просто прерывает одну конкретную линейку. Это какая-то унизница. Нет, нет, нет. Подождите, нет. Присутствие каких-то событий беспозвоночных я не могу сказать. Это очень экзотически. Очень красиво. Это очень экзотически. Нет. Они различаются по размерам и по креативу. То есть теоретически спаривание возможно только испортное. Но это только теоретически. Потому что испортный вариант самка американский убивает европейцев. А европейка не может. Она беременеет. Береметь перерывается. Ну все. Вся эта эффективная часть. Она инфраструктура состоится еще в классе. Нет. Ну все-таки это очень экзотически. Что касается европейской идеи. Замечается, что это интервью все. Кто же работает с вами? Значит так. А тут реванчик-то. Светяк. Вот тебе. Светяк. 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 Это первый вопрос. Значит, второй вопрос. Значит, если, скажем так, моногенные популяции муравьев дают больше гнездо, то почему эти гнезда на пролигенной популяции не вытесняют пролигенные. Потому что размер гнезда зависит от опытической территории. Чем больше гнездо, тем больше опытическая территория. Какая текущая гнездо, тем больше опытическая территория. А пролигенные популяции муравьев дают слонеген. Тем не менее, мы это не считаем. Судебовано. По порядку, наверное. Первое я понял. Похоже, он так прав. Скорее всего, является ли им вредным в конкретных ситуациях, не изучалось. Да. Скорее всего, даже и нет. Поскольку всю эту шампу. Всю флориду заселили вот эти северцы с Востока. Да, да. Оборот очень простой. Значит, с этими муравьями. Стоя нога, подоскажем, тоже. Образуются в основном колонии, которые являются моногенными. То есть они с низким генетическим разнообразием. Образуются они такие. Потому что в рейтинге генетического разнообразия повышается количество. Повышается, ну, передавая зависимость. Уже не большая. С популяцией все хорошо. Ну, вот. Эминопомогопитые растут. В зависимости от оборудованиях. Оборудованиях. Чем больше их не стоит, тем больше пара. Чем больше пара. Чем больше пара. Если так, в данном образовании мы говорим, что облегена, арианы. Не вайтерском, а облегенном. Переведет к тому, что это неоткуда хватит всю территорию. И вычислить все облегенды. Да, должен быть отбор против многоварейцев. Да, должен быть отбор против многоварейцев. Совершенно верно. Ребят, ребят. У нас на речи четвертого. То, что на этой территории пока никого нет. Нет, подожди. А я не пишу, что это в оригинальной территории. Потому что... Да, оригинальной. То, что там никого нету, это дело десяток. Почему они идут туда, а не в церковь? Вот. Потому что механизм вычисления... Да, в Ингеле должна вытеснить... Да, и вычислить мелкие государства, которые не нужны на собой. Да, это самая большая диспансия. А почему я разъясняю? Да. Так, слушайте. Я ничего не использую. Насчет... 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 Во-первых... Во-первых, такой есть. Во-вторых, я прохожу в этой ситуации. Вот он сейчас вам объясняет. А вы хотели вам говорить. Знаете, здесь лучше. Переводчик. Я не знаю. Я лучше слушаю. Наверное, на все аспекты вашего вопроса я не смогу ответить. Но вот конкретно, почему они не двигаются с центра, а появляются вообще инвазивные популяции. Я думаю, основное здесь в том, что... Ну, их никто не спрашивает. Это все-таки достаточно... Дектора бывают разные. Инвазии. И, скорее всего, они перемещаются на новые территории каким-то... Каким-то не от них зависимым... Морьеры селяются. Ну, через море, по крайней мере. Селяются отблотворенными самками. Ну, да. Моногенные гнезды должны образовываться где угодно. Туда сам как улетит. И эти моногенные гнезда, поигрывая высокой черепной популяции, должны выяснять полигенные... Если повторяю... Это самое. Полигенные полигенные поля. Если вы их не рубали на голубую территорию, то тут они должны выбрать нет. Я так понял, что речь идет не об полигенных гнездах. А когда много гнезд разной генетической природы, они валиют друг с другом. А когда... Из всей территории только один генотип, он не воюет, потому что... В одной территории, где воюют с друг другом, появляется один генотип, который не воюет, мудрецовый гнездах. С тем, что он не может воюовать. Между гнездами воюют. Между. Внутривидовая агрессия, а не генотипы полистольные. На территории, где есть много генотипов, которые воюют... Большое гнездо... Извините, Большой гнездоцкий... Извините. 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 Здесь несколько вопросов и комментариев. Можно разделить Ваш доклад на две части. В первой части Вы пытались представить общую схему этапов движения депозитного вида и так далее. Мне кажется, что это вот такая жесткая схема, это неправильно. И то, что Вы показали, это действительно этап у некоторых депозитов. Потому что для каждого конкретного вида, мне кажется, если Вы потянете, если Вы, как говорится, встречаете палки, палки шлисть, возврат к этому. Потому что каждый вид, в зависимости от того растений, насекомых ящиков, они совершенно стратегии, совершенно могут быть разные и зависит от того, что это такое. А вопрос у меня так. Какой бы новый вклад Вы носите в понятие инвазии? Оно существует, это понятие. Но есть старое понятие, как расширение ареала. Расширение ареала и динамика популяции. Которое описывается уже бутыночным пропушкам или всякие изменения численности популяций, связанных со временем. И инвазивность. Инвазивность все-таки, когда мы говорим об инвазивных видах, это еще подразумевается, что действительно вид, пока средство далеко от своей изначальности популярства, что либо на новом континенте появились новые виды, либо это новые озера, вот османывая. И здесь мне кажется, что вторая часть вашего опыта была намного выдачной. Почему? Вы на конкретных видах пытались показать, а есть ли какие-то закономерности. Если вы более подробно описали даже, я так понял, вы не записали, да? Нет. От нас. От нас? Да. Боже. Я так посмотрел. Я так понял. Я так понял. Я так понял. Саша. Я так понял. Я так понял. Так вот, если вы описали ту структуру, которую мы изучаем более понятную и добычную опыту, то это интересно. Как же все это происходит? Как очень мало. Потому что есть даже наши лаборатории. Есть исследования, которые на Малеликой Комарах показали расширение опыта. И работа, которую мы показали на золотую протоколу, когда севера и югорода мысль Американский гид, который монаш и Казах оккупировал весь, более всего, в Евразии. И он ушел. И сценарий этой оккупации наиболее интересный. Поэтому мне кажется, что он пытался какие-то общие диетические представления из вас выделить. Наверное. Потому что инвазия – это, прежде всего, забивание новой политической ниши. Наша разработка заняла вот эту биографию, например, в Северной Америке, они там существовали. И она, извините меня, живет все, начиная от фруктов, овощей и качая человеческий механизм. И здесь она нашла, не подчеркивать, и здесь она сейчас воспространена. Никакой новой экологической ниши не возникло. Она не возникла. Она ее восстановила. Саша, граница между инвазией и дисперсией. То есть, расселением и инвазией. Это принципиально разные вещи или просто дисперсия? Чтобы на этот вопрос ответить, надо, наверное, действительно, что такое инвазия, более конкретное определение дать. Как было только что замечено, это очень разнообразно. Поэтому, чем отличается инвазия от расселения, наверное, как кому выбрать термин хочется, тот называет. Потому что тоже расселением можно назвать ту же рекурсию от распространения вида обратно к закреплению на новой территории. Да. Ладно. Я не принял, тогда, вот, я буду с этой картошкой и отзыву, если с вами не отвечать за вашим. Наконец-то. При основе успеха инвазии вообще оценивалось, как или нет, видовые особенности таких вот паразитов? То есть, казалось бы, это же основное не в чем-то. Да, безусловно. Но, как правило, особенности паразитов и хищников. Хищников с этим гораздо лучше, проще. Потому что, естественно, чем он похожи, чем более похожи экологически ниши откуда и куда, тем, как бы, легче представить себе инвазию, тем она легче происходит. И описать, допустим, хищников легко. А с паразитами все проще, потому что, как правило, с паразитов предсказать сложно. Будет ли он являться особо агрессивным, не будет. Вот этот, подождите, я бы как раз наоборот думал, что хищник можно наклевать все жрать за едим по другому виду. А паразитами все видоспецифические все. Интересно, что вот при инвазии видов есть такая работа, но она так коротенькая, которая показывает, что хищник при инвазии видов, когда ему есть из чего выбирать, он предпочитает знакомую пищу, но понадкусывать еще всех. Да, отъесть. Но не питаться ими. То есть только как закуску воспринимать, но не как основной рацион. Вот так. Ответил я? Ответил? Ну да. Ответил я, пристепи на связи с теми, что это не шерпкая, то есть это не шерпкая досфегация, вот досфегкация... Досфегация, значит, глазамок, петюжа, вот, например, на ресурсах, который у нас служит в Брехин. Но сейчас в которой инвазии это именно проникновение новую экологическую нишу. Расширение ареала инвазии не является. Если при этом произошло новое экологическое дешевое вытеснение, которое настороняет, а вот это инвестиция. Так что, на самом деле, не нужно говорить, что то, чего нет. Ему надо задать пластикет. Все это есть. Это первое. А второе, как раз сижу, никого не вытесняет. Катуршук совершенно никого не вытесняет. Никого не вытесняет. Катуршук не вытесняет. Катуршук не вытесняет. Катуршук не вытесняет. Ну, честно, давайте по пункту. Другой план, мы говорили, что она там ела в пустыне, где здесь. Поэтому ни о какой инвазии речи не могут подрошли и коряло. Ну, касается панармского жука, мы имеем намного специально экологическое дешевое. На самом деле, если дешевое обыкать, то есть такой родной Северный Американ, не вытесняет. Большое главное, что это не инвазия. Нет, нет. Расселение – это территория, а инвазия – это геологическая дешевая. Вопрос вот здесь. Вы говорили еще о конкуренции старой и новой экосистеме. Учитывал ли здесь краевой эффект, потому что всякая экосистема? Нет. Простите. Эта экосистема имеет границы. Все, в общем-то, на этих границах, если перед этой стене, конкуренции должны понять. Данная работа не учитывала краевой эффект, потому что популяции здесь рассматривались не как какие-то… С полным перемешиванием. Да, с полным перемешиванием. И более того, она рассматривалась вообще… Она исследовала более… Глобально рассматривала популяции без каких-то конкретных относительных видов. То есть морские, не морские, водные, надземные. А идея была вот такая обобщение всех вот наиболее общих коэффициентов. Да. Здесь белководец, кроме сослов, еще вопрос. Нет, водитель. Да, пожалуйста. У вас такое. Вы на секунду с ним говорили, вот здесь касательно позвоночника. В основном, если вообще как-то экологическая сторона, то есть инвазии позвоночника. Почему скажешь? Ну, потому что… Тебе сказали на базе, то есть совершенно другой проект, личную точку попадает на способе. Как я понимаю, должна быть некоторая, как бы, минимальная числая скупуляция, некоторая опытность, чтобы обеспечить достаточно вероятность, то есть встречу вас смог подвернуть. Чтобы было остаток уточек для развития регуляции. Мне кажется, здесь должна быть, ну, как тряпь, не знаю, а вот я поискал ему трудно позволить пары за спаривание. Что еще от пары? Безусловно, это игра, это роль. На млекопитающих, на позвоночных, естественно, тут тоже существует большой ряд работ. Но данное исследование минимальной плотности, минимальной плотности, минимального количества особей в инвазии, исследовалось, в принципе, на многих видов, в том числе и на насекомых, ну, и действительно существует. Для разных видов, естественно. Я вопрос был в том, что, как вы, до сфотологической точки зрения, не каждый может быть. То есть, ну, вы, в своем случае используете, так скажем, ну, агрессивность, так скажем, инвайдера, какие есть характеристики? Ой, я вам не скажу. На самом деле, потому что характеристик много, какие-то конкретные нормальные... Общее правило можно будет найти. Ну да, скорее всего, можно. Как, например... Да, по поводу, по поводу, по поводу, у меня убеждение, что экология, она очень, вот эти все эти выборы, партнеры и все прочее, это как-то в нормальной жизни. Когда у вас партнер одет, то есть, когда мы спариваемся, вообще с чем по поводу. Да, вообще с правилами. Да, и там уже недавно. Так, и у кого, в принципе, нет вопросов? Нет, слушай, у вас вопрос, этот комментарий, буквально выявлен, что у половой жизни дойдет и будет. Общее правило есть. Они как раз не съедут. Общее правило есть. То есть, на самом деле, если партнер платит блокнот, это уменьшает эффективность терминопоплавательных сигналов? Я то же самое делаю с Японцами. Нет, вы спрашиваете. Нет, вы спрашиваете. Вы сказали, что общественной муниципи нет. Да, 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 да. Вы сказали заодно, отличная школа. То есть, грубо говоря, если вы читаете сам Японский перикл, в этом полтане, в основном, на перикл, он очень четвертый сигнал, при пропуске этого японского перикла в европейский час, он уже только начало сигналы. Их он стал достаточным. Значит, он, как говорится, уже усваивается в европейский метр. В итоге, плотность регуляции в том, что периклы еще больше падает. И в итоге, в конце концов, совмезрения не происходит. Потому что они все прекрасно разбираются. Значит, вот такая штука. Это когда у вас происходит отмазие. Когда у вас образуется гибридное сло, а вот, например, вот о чем, что я это говорил, вот по поводу, там очень хитрая, там происходит надворот, там усиливается избирательность. Поскольку гибриды всегда страхуются, то усиливается избирательность. То есть они становятся более, а их пользы становятся более ампичными. А говорили, что нет, до сихих правил. Амфибий с чертами. Да, да. Говорили, что нет. Так, все. Все, нет общих правил. Все. Так, значит, всем спасибо. Спасибо большое за вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну зашу детей на рынке. АПЛОДИСМЕНТЫ